Ребенок не говорит. Все больше специалистов склонны думать, что есть проблемы и нужно их решать. Вот и в полтора года, если у ребенка нет словарного запаса стабильного, это уже очень плохо, когда нужно понять, что уже нужно запускать речь, в каком возрасте. Вообще изначально, конечно, следует за этим наблюдать с самого рождения. То есть мы смотрим, да, каков сосательный рефлекс наблюдаем. Смотрим, вовремя ли у нас происходит процесс гуления и лепета. Сколько слов ребенок уже начинает говорить в году, да. То есть в год это норма примерно 20-25. Слова или вот какие-то односложные звукопроизношения, слоги? Смотрите, до года это лепет, это вот баба, мама, папа, да-да, где-да. А к году, то есть это уже осознанные слова, которые состоят из повторяющихся слогов. То есть когда он уже обращается мама, не просто, да, мама, слепечи, то есть он уже обращается мама, папа, баба. К полутора годам уже этот словарный запас увеличивается и уже может составлять даже до 95 слов, то есть 40-95, как бы это норма. Ну, то есть в полтора все-таки нужно бить тревогу, если нет этих 30-45-90 слов? Да, да. Здесь уже стоит бить тревогу. Почему ребенок не говорит? Вот какие есть причины? Если это не травмы, то почему не говорит? Вообще основная проблема, конечно, задержки, да, речевого развития, это внутриутробное развитие. И сейчас, конечно же, все больше родителей обращаются с проблемами, речевыми проблемами у детей. То есть это и неговорящие дети, это дети с нарушением звукопроизношения, с нарушением фразовой речи, дети, не понимающие обращенную речь. И такой немаловажный момент, да, когда при запуске речи, это прочный фундамент. Первый кирпичик – это схема тела и моторное планирование. То есть это кинетика, кинестетика, проприоцепция. Какие сложности. Да, то есть это попросту, когда ребенок плохо чувствует или не чувствует своего тела, и в том числе артикуляционный аппарат. Ведь для того, чтобы запустить акт говорения, наш мозг вообще совершает целый цикл, цикл последовательных моторных движений, да, то есть от одного действия к другому. И ребенок, он попросту не знает, то есть как передать этот сигнал к артикуляционным органам, да, какую часть расслабить, что напрячь, да, как поменять эту артикуляцию. Второй момент, то есть второй кирпичик – это у нас межполушарные связи. Принято считать, да, как правило, что в одном полушарии у нас находится название предметов, а в другом полушарии у нас зоны, которые отвечают за речь, да, за говорение. И когда эти связи нарушены, то, соответственно, мы имеем речевые проблемы. Также это рефлексы. То есть у нас есть врожденные рефлексы. И вот в течение времени, да, эти врожденные рефлексы, они должны трансформироваться в приобретенные рефлексы для моторного дальнейшего развития ребенка. И вот если вовремя эти врожденные рефлексы не угасли, то, соответственно, мы также имеем проблемы, да, речевые. Вот это как-то можно исправить, если где-то что-то выпадает, западает? Да, это можно исправить, ну, в большинстве случаев, да, можно исправить. То есть нейрокоррекция, как раз-таки нейротерапия, она подразумевает то, что для каждого ребенка после диагностики, естественно, глубокой, составляется индивидуальный маршрут развития. То есть и мы находим, как раз-таки нейропсихолог, он находит обходные пути для того, чтобы этот сигнал вышел, да, и правильно дошел к артикуляционным органам. Что тормозит речь? Что влияет на развитие речи? Ну, развитие речи влияет, конечно, на много факторов. Это и педагогические, конечно же, моменты, да. Очень важно, чтобы ребенок социализировался, очень важно, чтобы родители, мама в частности, да, много времени уделяли ребенку, занимались с ним, подключали его к какой-то, да, повседневной бытовой даже деятельности, как можно больше там читать, как можно больше различных стишков, побольше различных игр включать в процесс. Когда, в каком возрасте нужно необходимо показать ребенка нейропсихологу? Ну, вот если, допустим, вы видите, да, что к двум годам у ребенка речь не запускается, и в первую очередь, конечно, нужно обратиться к неврологу, я советую. Изначально невролог назначит необходимое обследование, то есть это ГЭТО и сосудов шеи. Значит, это сурдолог обязательно, потому что бывают такие случаи, что речь не появляется в силу того, что ребенок слабослышащий, да, или проблемы какие-то со слухом имеются. И уже невролог дальше может дать рекомендации обратиться к нейропсихологу, да, после обследования к дефектологу, к логопеду. А можно ли вообще надеяться на то, что речь появится сама? Вот просто появится и все, без какой-либо помощи, посторонней помощи? Ну, вообще, знаете, есть, конечно, такие детки молчуны-профессоры бывают у нас такие, приходят трехлетние, например, да, когда он там уже может ромб от пролепиипеда отличить, да, но не говорит, вот просто молчит. Мама там всячески пытается, там, эту речь все бегают вокруг, прыгают, там, скажи хоть словечко, а ребенок ничего не говорит, а сам себе, да, там, думает в уме. Ну, там, что, я довести уже считаю, там, еще что-то, что-то это все так сложно говорить, и так меня понимает и так далее. Вот, ну, в таком случае, конечно, нужно более активно себя проявлять родителям, для того, чтобы вызвать эту речь, для того, чтобы дать понять ребенку, что говорить несложно, то есть он может просто бояться, да, говорить, что говорить несложно, это весело и интересно, и придумает там различные занятия веселые. Отсутствие мотивации, говорят, еще есть вот такая причина, когда нужно ребенка смотивировать для того, чтобы он заговорил. Насколько это верно и как это смотивировать на речь? Да, есть такое. Вообще психика ребенка, она очень высокочувствительна. Здесь очень важно, конечно же, не напирать. То есть нельзя заставлять ребенка, да, произносить какие-то слова, те, которые вы хотите от него услышать. Потому что это он может воспринять как напор, да, как давление, и просто это может вылиться в речевой негативизм. Также очень часто родители у нас, особенно гиперопекаемые, да, сейчас родители, они стараются понимать ребенка с полуслова. То есть, а хочешь пить, там, показал, подошел, то есть, а все понятно. Дали, подали и так далее. И ребенку говорить просто незачем. И очень важно, да, мотивация. Здесь очень важно мотивировать ребенка на речь. Это стараться задавать ему вопросы, давать права выбора. Можно использовать, ну, различные, различные такие игры, да, которые тоже будут вызывать как будто бы зависть, да, у ребенка. Как это весело, как интересно, да, то есть, игры именно речи двигательные. Ну и мотивация, это же что у нас? Это синтез дофамина в первую очередь. А когда у нас дофамин вырабатывается? Когда мы, что, да, чем-то довольны. И здесь тоже можно в этом случае использовать поощрение, то есть, это не возбраняется. То есть, когда ребенок выполнил какое-то определенное действие, которое вы просили или произнес какое-то слово, да, то есть, вы его там поощряете, ну, какой-то там вкусняшкой, что он любит. То есть, ничего страшного в этом нет. Главное дать ему первые толчки, чтобы он не боялся, что это не страшно, что он это может. Речь на кончиках пальцев. Вот вы еще часто употребляете крупная моторика. Что это значит и насколько это важно? А мелкая моторика, она формируется на базе крупной моторики. То есть, это движение, да, рук, ног. Поэтому очень важно играть с детьми в подвижные игры. То есть, это мячи, это различные прыгуны, это бегать, да, это горки, это качели. То есть, вестибулярный, кстати, аппарат тоже большую роль играет. То есть, еще важно его развивать. То есть, естественно, уже на базе крупной моторики мы уже занимаемся мелкой моторикой. То есть, различные пальчиковые игры, да, то есть, игры с песком, с крупами и так далее. Ну, вот сейчас лето. Какие игры вы бы порекомендовали родителям, которые заботятся о том, чтобы у ребенка не было проблем с речью? Ну, конечно же, в первую очередь, так как лето на носу. То есть, это подвижные, конечно же, все игры, естественно. То есть, побольше бегать, побольше прыгать. Там велосипеды, мячи, скакалки, резиночки и так далее. Ну, также, конечно, очень важна артикуляционная гимнастика. Это различные пальчиковые игры. Это обязательно привлекает ребенка к бытовым делам. То есть, уже даже маленького. То есть, перебирание различных круп. То есть, потому что они очень любят подражать взрослым. Им даже это более интересно, чем даже какой-то сортер поиграть. То есть, крупы перебираем, замешиваем с ребенком тесто, лепим из теста, даем мыть посуду. Это игры с пластилином, естественно. Это мыльные пузыри обязательно. Потому что, таким образом, мы формируем речевой выдох. Как я говорила уже, да, дыхание важную роль играет, да. Все-все вспоминаем свое детство, детство своих родителей, да. Чем мы занимались. То есть, такая сенсорная интеграция. Редактор субтитров А.Семкин